Анастасия Криво Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем привет! Рад, что вы все сюда пришли, но давайте покажем вам свой шоурил за прошлый год. Возможно, кто-то не видел, возможно, кто-то уже видел. Но что-то не было, но что-то не было. Но что-то не было, что-то не было. В этом случае, что-то не было, 20-30 минут. Хедрик. Ух, я не могу, Пейден, Остан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok This is the payoff No one can, can take my pay The payoff This is the payoff DimaTorzok 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 В общем, еще раз всем привет. Привет всем, кто находится здесь. Привет всем, кто смотрит нас в онлайне. Возможно, вы это делаете в записи, но неважно. Привет, бабуля. В общем, меня зовут Валерий Сергей. Я также известен как Буги. И я творческий человек, который большую часть своей жизни занимается различными видами деятельности. Я прошел большой путь и прошел, так скажем, через социальную и профессиональную лестницу. И побывал в роли фотографа, ретушера, иллюстратора, дизайнера. Я работал креатором в рекламном агентстве. Я попробовал себя в роли оператора, попробовал себя в роли режиссера. И сейчас я работаю продюсером своей собственной компании, которая называется Кэмераптер. В общем, вот такая вот у нас штука. Мы делали очень много интересных проектов, поработали с целой россыпью известных брендов, делали клип мумит-ролю, расписывали борец итальянской культуры премия. И, в общем, делали много интересных штук, связанных с графикой и связанных со всеми теми вещами, которыми, собственно, я занимался до того момента, как превратился в продюсера. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Сегодня мы будем говорить конкретно про экстремальные съемки. И говоря слово «экстремальный», Я имею в виду сразу несколько значений этого. Точнее, два. Экстремальные в значении трюковой. Ну, то есть, все мы периодически сталкиваемся с тем, что нужно снимать какие-то... Ну, не все мы, а я конкретно сталкиваюсь с тем, что нужно снимать трюки. То есть, взрывы, каскадерские истории и всяческие приключения. Например, когда оказываешься где-нибудь в максимально неприятных или даже приятных, но экстремальных ситуациях. Например, стоишь по пояс в снегу где-нибудь на горе или рассекаешь в пустыне или же сграешься на какой-нибудь небоскреб и делаешь полулегальную какую-то вещь, и тебе нужно снимать. И второе значение слова «экстремальный» в данном контексте, в контексте этого разговора – это стрессовый. Очень часто все работают в стрессовых ситуациях, то есть, например, это может быть фэшн-съемка, это может быть рекламная съемка, это может быть вообще не съемка, это может быть какой-то процесс, в ходе которого возникает стрессовая ситуация и ее нужно быстро решать. Вот об этом мы и поговорим. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – это как снимать их самурай, следить за здоровьем и добиваться решения задач более простыми способами. Поговорим про осознанные выборы оборудования, поговорим про работе со стабилизацией изображения. Это моя любимая тема, потому что, в принципе, я очень много, как вы видите, занимался съемкой со стабилизаторами. И поговорим про синергию тела и разума, что, мне кажется, одна из наиболее важных тем, которую все как-то пропускают мимо себя. Итак, давайте начнем с простого. Осознанные выборы оборудования. И мой первый тезис такой. Большинство творцов допускают ошибки при выборе инструмента для работы. Это происходит повсеместно. Это происходит как с творцами-профессионалами, теми, кто в какой-то своей творческой профессии зарабатывают деньги, так и с любителями, которые просто увлекаются чем-то или просто немножко чем-то занимаются. Почему это происходит? По нескольким причинам. Во-первых, на мой взгляд, сейчас происходит максимально агрессивное маркетинговое влияние со стороны брендов на сознание людей. То есть нам постоянно объясняют, втюхивают, что нужно купить новую вот эту штучку и вот эту штучку, и такую, и сякую. И все больше и больше техники возникает в нашей периферии. И обыватель начинает путаться. А на что же, собственно, снимать, что же, собственно, использовать? Например, камеры, на которые снимаются многие сейчас фильмы, многие рекламы, уже целой куча. Я здесь просто вставил картинку, где буквально несколько камер. На самом деле их намного-намного-намного больше. И возникает вопрос, а чем же, собственно, пользоваться? Вопросик, да? При этом очень важный поинт, что в следующие пять лет потребление онлайн-видео составит 80% всего интернет-трафика. И вот теперь вот еще мое утверждение было, да, что 74% владельцев смартфонов для выхода в сейси использовали мобильные девайсы. И при этом, при всем, очень часто можно обоиться вообще базовым, тем, что есть у всех в кармане, мобильным телефоном. И что самое прикольное, большинство брендов, которые являются заказчиками в продакшн-студии, также начинают забывать про то, что можно обойтись простыми методами в достижении своих задач. И, в общем, возникает настоящая путаница. И есть еще очень интересная праздничка в описании. Самая распространенная, тщательно поддерживаемая ложь мира кино заключается в том, что снять фильм якобы очень сложно. Как сказал Ларс Пантриер, очень распространенное заблуждение у людей о том, что вот, если бы у меня была какая-нибудь камера, то, наверное, бы я что-нибудь сделал такое, что ого-го. Вот. Но давайте поговорим об этом чуть позже. Моя основная позиция в том, что нужно упрощать. Всегда необходимо меньше, чем кажется на первый взгляд. Вот конкретный пример. Смотрите-ка. Перед нами кран. Сверху это так называемый Russian Arm. То есть кран с системой стабилизации установлены на автомобиле. Он очень часто используется в съемках, например, в автомобильных погонях или в каких-то городских съемках, когда нужно показать быструю динамику улиц. А снизу классический кран и то и другое вроде крана. И то и другое стоит просто космических денег даже в аренду. То есть, к примеру, вы маленькая продакшн-студия решаете снять какую-нибудь рекламу и там режиссер можете заказать себе этот кран, потратить много денег и получить некий результат. Так вот, смысл в том, что благодаря развитию технологий, благодаря упрощению очень многих задач можно вообще избежать, а какие-то можно решить очень примитивными способами. Вот вам пример. Методы, которые используются в DIY-съемке, когда у вас ограниченный бюджет, когда у вас ограниченное время и, собственно, вот. Можно взять на код, присоединить к нему систему стабилизации и поднять ее на нужную высоту. Очень простое решение, которое не годится, скажем, если вы собираетесь снимать пролет камеры на третий этаж и так далее, но оно вполне годится для того, чтобы показать, например, в этом не точку съемки человека или как заявить какой-то продукт. Такое решение стоит 3 копейки по сравнению с реальным краном. В аренду оно стоит тоже намного дешевле. Это вообще такая же ситуация, как и с Рашенармом у вас, смотрите-ка. У нас просто обычный автомобильный грипп со стабилизатором средовым или человек, сидящий в багажнике автомобиля. Я к чему это все рассказываю? К тому, что очень многие хотят решить какие-то простые задачи сложными способами и это очень часто встречается скажем, у молодых режиссеров, с которыми я работаю как продюсер или даже бывает у операторов, которые хотят как можно больше, как можно современнее технику получить и, соответственно, за счет рекламного бюджета или за счет бюджета продакшена протестировать новое оборудование. Как правило, в этом необходимости нет. Но давайте перейдем к конкретике. Я сегодня здесь для того, чтобы показать несколько интересных примеров и рассказать несколько забавных историй. Вот, есть такая история. iPhone Road Story это фильм короткий, он идет полторы минутки, такой ролик, который снял мой друг и коллега Георгий Тарасов, замечательный режиссер, который сейчас в этом помиле и снимает приключенческие видео. Полностью весь ролик он снял с использования iPhone. Давайте мы его быстренько посмотрим и я кое-что расскажу вот об этой истории. Субтитры создавал DimaTorzok 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 и вот он получился результат. И, к примеру, представьте, что если бы Георгий, снимая это видео пользовался бы тяжелым и сложным оборудованием. Вот, к примеру, открывающий кадр видео, давайте его еще раз быстро посмотрим, я вам просто покажу, чтобы было фонарь, видите. Камера летит, движется, поворачивается, проходит через окно. Но, в общем, движение выглядит достаточно сложным. И тогда вполне можно было бы увидеть в каком-нибудь хорошем кино. Тем не менее, результат здесь достигнут при помощи супер доступных технологий, которые кто угодно может купить или даже взять в аренду и попробовать. И вот, смотрите. Для этого кадра можно было бы использовать кабелька. Вот такая вот система на тросе, которая едет. обычно она устанавливается несколькими операторами, то есть приезжают такие здоровенькие мужички, которые вешают трос, натягивают его, потом вешают на него систему стабилизации, настраивают ее, устанавливают камеру, на нее устанавливают радиофокус, этот радиофокус крутит. И в итоге нужно как минимум 3-4 человека, чтобы этой системой управлять. Или же можно было сделать, как поступили они. Вот конкретно Максим и Егор, собственно, главный актер, режиссер-оператор этого видео. Они повесили очень простую стабилизационную палку на такой же портативный кабелькам и присоединили туда айфон. Если бы у них стояла перед ними задача прокатывать это видео, допустим, в кино, то, скорее всего, они бы использовали большее оборудование. Но у них стояла задача показать ролик в интернете. Такие ролики может делать кто угодно в этом все концепции. Допустим, смотрите, вот еще один пример. Я сейчас быстро пробегусь по примерам, а потом продолжу помещать. Вот, допустим, фильм. Мы сняли в прошлом году фильм про пещеры. Пещеры. Пещеры Сонгдонг. Это самая гигантская пещера на Земле, в которую очень сложно попасть, потому что она охраняется ЮНЕСКО. Туда в среднем вводится несколько экспедиций в год. И это, как правило, либо очень богатые туристы, либо это какие-то каналы о путешествиях и так далее. Так получилось, что наша экспедиция туда отправилась и сняла весь фильм. И вот теперь представьте. Возникает ситуация перед режиссером, снять потрясающие кадры пещеры. При этом он знает, что нужно идти четыре дня по вот этой глубочайшей пещере. Параллельно там негде зарядиться. То есть, вот представьте, четыре дня у вас нет электричества. Четыре дня у вас нету, даже, ну, в принципе, помыться негде, разве что в воде покупаться. И вы и так загружены тяжельющим рюкзаком. И чем больше вы положите оборудование, тем, соответственно, тяжелее будет работать в полевых условиях. Вот. Экстремальная ситуация сто процентов. И здесь, опять же, все видео снято на любительскую камеру. На потребительскую камеру. Ту камеру, которая может позволить каждый, в принципе, присутствующий здесь, если он в плавильной форме, увлекается съемкой. Да, вот, похожую камеру меня снимает, только не на такую конечную использоваться. Тут использовалась беззеркальная камера и портативный, легкий дрон. Мы снижаем 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 и миллиона около половиной миллионов лет назад. Только не только кто посетил Хан Сан Дог, или, как они называют, «Монтан-Ривер-Каве». Это санктуарий с потерянным миром below the surface, снялся от подруга, около трех миллионов лет назад. О том, что представьте, перед вами стоит задача перед режиссером, перед оператором, управиться вот в такую экспедицию. Единственное, что вы можете позволить себе, это портативное оборудование. Или же вы можете увеличить стоимость производства вот такого фильма в десятки раз, я сейчас не говорю ничего, в десятки раз. Если вы возьмете более серьезное оборудование, вам понадобится больше людей, носильщиков, вам понадобится генератор. В каждом моменте в каком-то съемочном кадре вам приходилось бы выставлять кучу народу. Ну, в общем, все сильно был сложный процесс. А по факту, по факту, не решило бы ничего. То есть, был бы этот снят фильм в 8К, был бы он снят, этот фильм, также в 4К на любительскую камеру для рядового потребителя в интернете, не было бы ни такой разницы. Вимяо дал его за этот фильм награду, собственно. И у нас очень много раз к нам обращались разные эти каналы и так далее, для того, чтобы выкупить кадры из этого фильма. Нужно понимать, опять же, что телевидение также до сих пор вещает в ужаснейшем качестве. То есть, телевидение у нас это HD, это SD. Ну, то есть, ни о каких 8К речи не идет. И вот такой вот пример. Нужно быть на веке. Вот еще один вам интересный пример. Очень короткий и очень прикольный тоже из жизни. Смотрите. Моя дебютная фактическая работа, но она была вторая технически по счету, но моя оперативская работа, клип от первого лица «Байзень Элпулс Бэтмена Баклера». Он был снят в 1013 году, то есть это было достаточно давно. И там было очень много интересных технических решений от того, что мы построили специальный шлем для съемки этого видео, до того, что приходилось постоянно выдумывать, как простыми и дешевыми методами добиться какого-нибудь результата. И я вот еще неопытным человеком просто ошибался. То есть, будем честны, просто вот ошибался. И вот смотрите, есть, например, вот такой кадр. Сейчас я вам покажу его. Собственно, смысл кадра какой. У нас был тот съемочный день, когда мы взорвали вот этот автомобиль для клипа. Нужно было сделать такой эффект, чтобы главный герой выпукл кувыркнулся, поднял голову и лежа рядом с машиной прямо вот был в эпицентре взрыва. И я, к сожалению, в тот день совершенно забыл о том, что нужно как-то подготовиться к этому кадру. Это было глупо, это было нелепо. Но я нашел выход из ситуации. Я построил следующую систему. Я специально ее воспроизвел дома, чтобы вы увидели это. Вот я построил примерно следующее устройство. Выглядит глупо, да? Бутылка, противовес. Но, согласитесь, эта штука работает. То есть, в кадре я этого видел, как человек выпукл, кувыркнулся, я сделал склейку, затем я поставил вот эту систему, оттянул палочку на веревочке на 5 метров, дернул ее, все взорвалось, и в идеальный момент, собственно, получилось так, что еще и дверь пролетела прямо рядом с камерой. Что произошло дальше? Камера и бутылка обупелились. Просто такие... Потому что взрыв был, взрыв был, пролетел рядом с автомобилем. И... Представьте теперь, что если бы я тогда использовал какую-то другую систему. Например, у меня было два варианта, что я мог бы использовать. Допустим, штатив с нижней точкой. Но если бы я использовал такое решение, то я бы не смог сделать поворот камерой. А мне поставил режиссер конкретную задачу, чтобы голова поднималась. Я мог бы использовать сервоприводы. Установить этот сервопривод вплотную. Мы бы потратили немножечко денег. И... Скорее всего, он бы так же обуглился, как и бутылка. А... И вот... Получилась история, что мы добились кадра, используя пустарные методы. Я ни в коем случае сейчас не призываю никого повторять такие решения. Особенно, если речь идет о коммерческих съемках. Особенно, если речь идет о большой ответственности. Или, как в моем случае, это был самый дорогой кадр клипа, который я снимал на палку и бутылку. Нелевейшая ситуация. Но, тем не менее, как зритель, когда вы смотрите, вам совершенно не важно, какими методами был достигнут тот или иной результат. Совершенно не важно. И не важно, на какую камеру это снято, если интересная история рассказана, и вас держит от начала и до конца. И давайте пробежимся. Вот еще есть такая история. В этом году мы снимали в Бриме. Для компании Fendi это большой и известный фэшн-бранд. Собственно, это был уже очередной проект для них. И мы снимали, как художники расписывают крышу. До этого мы снимали, как по красному пасту делают. Вот в этот раз снимали просто художников. И тут есть очень интересный тоже кадр. Мы использовали летающий свет для того, чтобы создать динамическое изменение света в саму, самая локация. Вот такая вот история. И вот смотрите. Здесь, опять же, относительно простыми методами была решена эта задача. При этом мы попали в действительно экстремальную ситуацию. Экстремальную в том смысле, что все пошло не по плану. Вот представьте. И вот представьте историю. Сейчас летающий свет, а именно светодиодные лампы достаточной мощности только-только начинают набирать обороты. Только-только появляются самоделкины, которые собирают, паяют эти платы, устанавливают на большие дроны. И таким образом появляется вот эта новая техническая возможность освещать что-то с высот, при этом контролировать пучок света. И в скором времени бренды, конечно же, тоже опомнятся, и всякие профессиональные компании, которые выпускают оборудование, начнут выпускать профессиональный свет. На тот момент, когда мы снимали это, практически ни у кого не было такого света. То есть в Москве был один человек, который построил это устройство. В Риме не было ни одного человека, который построил бы такое устройство. Поэтому я как продюсер, находясь на локации, совершенно не мог нанять кого-то, кто привез бы этот свет, поднял бы его. Пришлось все везти из Москвы. Мы привезли из Москвы этот свет, настроили его, начали снимать. Перед этим нам потребовалось сделать следующее. Мы сделали аниматики всей сцены, для того, чтобы показать клиенту, как примерно это будет работать. На секундочку, это не шутки, это творец итальянской культуры, и выключить свет там хотя бы на полчаса, это целая эпопея с согласованием включения станций и так далее. Соответственно, нужно было всем объяснить, как это будет работать, и затем это сделать. И теперь представьте, возникает стрессовая ситуация, когда внезапно на середине съемки свет начинает плавно выключаться. Лампочка за лампочкой просто отключается. И я оказался в такой ситуации, когда часть кадров из задуманных и презентованных клиентов не сделана. И тогда пришлось находить другое решение. Мы взяли тот макет, который мы изначально смоделировали для этой всей истории, доделали его до того вида, чтобы он выглядел чуть более фотореалистичным, и все эти карты практически смоделировали на компьютере. К чему я это рассказываю? То есть вот этот кадр снял в живую. Давайте еще раз посмотрим, чтобы было понятно. Когда вы смотрите видео вот сейчас, вот вы смотрите, вот кадр с графикой, вот кадр с графикой, и вон там еще был кадр с графикой, которые перемежаются с картами, сделанными не на графике. Но когда вы смотрите их в контексте и смотрите их быстро, особенно если с мобильного телефона совершенно не читается то, что что-то сделано на графике. А даже если читается, то выглядит как прием художественного, не выглядит как какое-то, ну не знаю, что-то чужеродное. И смысл этой истории в том, что очень важно быстро и адекватно реагировать в любой ситуации, потому что когда возникает какая-то стрессуха, нужно быстро-быстро-быстро-быстро принять какое-то решение. И, собственно, вот о таком экстриме я сейчас и говорю. И сейчас я это все сведу воедино. Давайте покажу вам еще несколько эскизов. Вот так это выглядел. Вот так выглядел летающий свет. Сейчас уже есть ощущение, конечно, повеселее. В общем, мысль моя такая. Учитесь быстро адаптироваться. Во всех стрессовых ситуациях, как правило, решает несколько параметров. То, насколько вы быстро двигаетесь, насколько вы быстро реагируете на изменяющуюся среду, и насколько вы стрессоустойчивы. Вот, к примеру, все знают Дарвина с его темой. И многие считают, до сих пор многие считают, что выживает сильнейший. На самом деле это не так. Выживает самый приспособленный. И приспосабливаться нужно быстро. Вот. Давайте покажу вам еще одну историю интересную. Используйте окружение. Вот это очень важная штука. Если говорить о трюковых съемках. Особенно, когда вы снимаете в какой-то теплой или в какой-то слишком холодной стране. то вам просто, помимо того, что вам нужно следить за кадром, вы еще подвержены перегреву, переохлаждению или просто какому-то дискомфорту. И это все влияет на восприятие, на мысли, на то, как думает голова. И в таких случаях, опять же, решает импровизация, легкость и то, как вы используете окружение вокруг себя. То есть, по примеру, вот такая есть история. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем, относительно незамысловатый ролик. Но что вы теперь из контекста этой истории? Что была задача сделать что-то подходящее для ребят из Стамбула, что им было бы не стыдно, там, выложить себя на сайте и так далее. Было ограничение по времени три часа. И была массовая какая-то истерия, связанная с тем, что вот-вот нас сейчас поймают, вот-вот появится полиция, вот-вот выйдет кто-нибудь. Еще и кабельчая проволока. И теперь представьте, если бы, опять же, я использовал какое-то тяжелое оборудование, это бы увеличило время на работу. И, к примеру, я не мог бы делать такие штуки. Одна из основных кишечек, которыми я увлекаюсь, это прыгать со стабилизаторами. Сейчас уже в меньшей степени. Но вот некоторые кадры отсюда снимались, покажу как. То есть мы прям впрямую бегали по этим штукам. И убегал я с этого моста, кстати говоря, прямо не выпуская стабилизатор из рук. То есть назад нам нужно было очень торопиться. И вы сами понимаете, почему. И, соответственно, приходилось бегать прямо со стабилизатором. И, опаздывая на самолет, я еще бежал через базар. Ну, в общем, это было непросто. Вот. И тут, что очень, на мой взгляд, важно. О том, что, мало того, что приходится в таких стрессовых ситуациях быстро адаптироваться, но и приходится постоянно использовать окружение. Если бы я не заприметил, что рядом летают птицы, и не выставил бы композицию таким образом, чтобы птица красиво бы пролистала в карте, то у меня, скорее всего, было бы намного скучнее все это выглядело, и вот это странно бы не получилось. Такая вот эпопея. Так. Давайте еще покажу несколько приколов. Импровизировать. Очень важно импровизировать постоянно. Потому что у вас нет другого выбора. Если возникает некая стрессовая ситуация, то нужно быстро найти выход из нее, и, соответственно, нужно учиться быстро импровизировать. Вот еще одна история из Бай. Я снимал в Лос-Анджелесе. Снимал также 3-рана. Сегодня я просто купил много примеров из 3-рана. Приводить мне намного комфортнее, потому что если рассказывать о брендах, то там многое из кухни так не расскажешь, а вот из трюковой истории можно все трудного рассказать. Так вот. Был ролик, где я снимал для местного соревнования заявку для ребят из Tempest. Tempest это самая известная американская 3-ран команда. И там была тоже чумовая история, когда ребята мне сказали, прыгай в машину и поехали снимать. И я просто снимал все, что они делали. При этом я никак не контролировал ситуацию, потому что на месте я просто, во-первых, не знал город, во-вторых, не знал практически никого кроме этих ребят. И, собственно, я был заложником обстоятельств, так скажем. И для меня было просто громадным удивлением, когда мы приехали в центр города, и у меня, собственно, ребята говорят, сейчас снимай, включай камеру, высовывай ее. Вот, ну, сейчас, сейчас, сейчас что-то будет. И что было? Выбегает чувак из машины, пробегает немножко по полицейскому автомобилю, перепрыгивает на автомобиль скорой помощи, и, ну, убегает. И при этом я, как бы, снимаю с едачей машины, и я порчу этот кадр. Прямо, буквально, я просто его порчу. У меня возникает паника, потому что для ребят в случае провала, ну, скорее всего, это на сцене, как хулиган, я не знаю, какие там законы, скорее всего, бы им тоже досталось. Но для меня, как для туристов из России, это бы кончилось депортацией с запретом въезда в Америку, в принципе. Вот, для меня эта история была бы неприемлемой. Вот, но, тем не менее, пришлось снимать. Давайте я вам просто покажу этот видосик, и потом мы еще немножко о нем поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, в общем, вот такой ролик. Опять же, цель его была, в первую очередь, сделать быстрый и напряженный контент для команды. И вот представьте, да, глупейшая ситуация, когда я просто нахожусь... Либо я снимаю сейчас, либо я не снимаю, но тогда ничего не получается. И, в любом случае, я не мог не снимать, потому что, когда вы находитесь в машине, и видите, как выбегает человек и начинает прыгать по автомобилям, ну, у вас автоматическая реакция, если вы держите руках камеры, вы будете это снимать. И я это снял. А дальше произойдет следующее. Поскольку я запорол кадр, ребята такие гемели, а давайте еще один заход. Мы, собственно, делаем вот такой круголяр вокруг блока. Ну, блок — это такой квадрат, на котором строятся, собственно, все американские города. И вот мы делаем кружочек вокруг блока, выезжаем с другой стороны, и в этот раз я выхожу из автомобиля, начинаю бежать, снимая, собственно, человечка. Он делает все те же самые трюки, у меня все получается снять, и тут происходит вообще неожиданная тема, когда вдруг один из проезжающих мимо автомобилистов, заглядевшись на то, что мы делаем, просто обрезался в ограду. Он просто смотрел не на дорогу, а смотрел на то, как мы бедену прыгаем. Космически чудовищная ситуация. Хорошо, он просто чуть-чуть совсем шмякнулся. Но дальше все было как в фильме, потому что мы запрыгивали в этот автомобиль, быстро как-то оттуда уезжали. Результат роли. Могло бы ничего не получиться, могло бы, я не знаю, это в принципе-то и не нужно было никому, кроме этих экстремалов. Но так как я вырос в экстремальной субсультуре, многие вещи, для которых сознание обычного движения является такими табуированными, недозвольными, для меня, в принципе, являются нормальными. И вот эту философию экстрима я как бы приношу на профессиональную свою деятельность, хотя, конечно, стараюсь вот таких вот ситуаций не допускать. Вам еще несколько примеров. Ты веселый. Сейчас. Смотрите. К примеру, ну вот, это из разряда того, что я снимаю, просто было непонятно, как именно я это делаю. Вот, к примеру, чемпион мира по преграну, четырехкратный Павел Кун, собственно, делает свои трюки. Я снимаю его. Запомните это видео, и мы потом к нему вернемся, и я объясню очень важную штуку, связанную со стабилизацией, на примере вот этого конкретного видео. Вот. Ладно, двигаемся дальше. Я сейчас вам показал историю, в которой риск не был оправдан. Это абсолютно идиотская ситуация. Если бы я сейчас уже попал снова в такую ситуацию, скорее всего, наверное, я бы не стал это снимать. Вот. И таких ситуаций бывает очень много, в профессиональной деятельности особенно. Вот вам пример, когда риск не оправдан. Есть такая роль? Сделал я его тоже много лет назад. Ну, дальше нужно смотреть. Кто мне скажет, какая-то сделанная? Есть желающие? Да? Ну, возможно, забежать на краю крыши, потом тренировать, потом как-то все равно, может, переделиться. Отвечет тогда так, если нет больше теории. Это все компьютерная графика. От и до. От и до. Полностью смоделированы окружения. Потом я снял на хромакейе руки и ноги, и композер собрал сцену, композер это собрал воедино. И вот смотрите, можно было бы добиться этого прыжка, например, привезя на локацию каскадеров, которые бы построили совершенно сумасшедшую тросовую систему, которая бы позволяла также пролететь на огромной высоте, кувыркнуться и побежать дальше. Можно было бы, наверное, это сделать с помощью дролл. Но намного выгоднее с точки зрения, опять же, финансовой, например, во многих случаях, сделать все при помощи графики, и нет никакого смысла в неоправданном риске. Всегда нужно оценивать очень-очень четко, что вы собираетесь сделать. И если можно не рисковать, то рисковать 100% не нужно. А теперь перейдем, собственно, к важному, потому что это все немножко байки, которые я рассказал для того, чтобы подвести вот к этой теме. Сейчас 2018 год. В 2018 году один поле воин. Что я имею в виду? Что сейчас очень многие творцы становятся мультиинструменталистами. Любую профессию вы возьмете, хорошие специалисты начинают поглощать все смежные профессии. Это происходит, у кого-то происходит естественным образом, у кого-то это происходит под давлением агрессивного рынка. Потому что, если вы увидите какую-то одну вещь, то, скорее всего, если вы очень хороший специалист, например, программист, вы можете безбедно существовать большую часть жизни. Но даже хороший программист вам скажет, что знать там только один язык программирования в 2018 году, это, извините за шкварь. Собственно, первое мое утверждение это нужно изучать смежные сферы. Прошли те времена, когда творце было сложно реализовать идею собственноручно. В данный момент практически любой, если речь идет о каком-то контенте, связанном, например, с видео, раз уж мы говорим сегодня о видео, может все сделать собственноручно. Сейчас можно быть одновременно и режиссером, и продюсером, и оператором, и цветокорректором, и монтажером. И все это происходит благодаря чему? Благодаря инновациям. Потому что технологии развиваются и порог входа в любую творческую профессию снижается. Давайте объясним на примере музыки. Я сегодня слышал, что музыка не очень популярна. Мы говорим про музыку. Сейчас доминирует рэп на мировой арене. Все знают это, и собственно все просто принимают это. И любой подросток слушает рэп. И взрослый слушает рэп. Почему это происходит? Потому что рэп, во-первых, поглотил все остальные сферы музыкальные вокруг себя. То есть в нем можно услышать и электронику, и рок, и так далее. И рэп бывает разным. Соответственно, это более универсальная музыка, доступная большему кругу слушателей. При этом рэп делать очень просто. То есть для того, чтобы петь. Например, сейчас 70-е годы, я рокер какой-нибудь, там 80-е годы, когда я стал флэм рокером. И мне нужно уметь играть на музыкальном инструменте. Мне нужно уметь, возможно, барабанить. Мне возможно, нужно уметь петь. Для того, чтобы играть рок, нужно уметь петь. Для того, чтобы читать рэп, совершенно не нужно уметь петь. И почему он так активно распространился? Потому что большинство музыки делается при помощи компьютера. Можно сэмплировать практически все, что угодно. И можно извлекать звуки очень легко. И любой школьник, там 15-12 вот такого возраста может открыть комп, открыть самую простую программу для создания битов. Ему не нужно знать музыку. То есть не нужно знать ноты. Не нужно ничего. Нужно просто использовать набор сэмплов и иметь хотя бы минимальный вкус для того, чтобы это правильно расставлять. И, соответственно, человек видит, что это просто. Конечно же, любая история есть про профессиональных артистов. Они со временем становятся очень-очень недосягаемы в своем опыте. А если брать базовых потребителей? Ну вот, людей, которые только-только начинают чем-то компенсоваться, им очень легко прийти в любую сферу, связанную с творчеством сейчас. И это очень-очень-очень круто. То есть, к примеру, еще в 90-х для того, чтобы снять музыкальный клип, нужно было бы потратить просто колоссальнейшее количество денег. Вам нужна была бы большая съемочная группа, у которой обязательно была бы камера, которая бы снимала, скорее всего, на пленку, потому что правые камеры тогда были не распространены. И все это бы превратилось в настоящую сложную, какую-то недосягаемую, неподъемную историю. А сейчас для того, чтобы снять клип, не нужно ничего. Можно взять мобильный телефон и пойти снять клип на трек, который вы сами написали. И получается, что сейчас все очень-очень доступно. И сейчас, если вот, к примеру, возвращаться к первому пункту, очень важно изучать смежную сферу. Почему? Потому что вот на примере... Ты хоть на примере блогеров. Вот представьте, современный блогер, то, кого смотрят дети, он одновременно и монтажер, и режиссер, и оператор, и креатор. И ему нужно изучать очень много всего для того, чтобы сделать свой контент. И, кстати говоря, любой блогер скажет вам, что, скорее, важно не видео, а важный звук, потому что все кушают дошираки и слушают видео. То есть я вам говорил о том, что вы берете мобильный телефон и смотрите весь контент с мобильного телефона. А большинство людей даже не смотрят контент. То есть представьте, вы делаете такую крутую рекламу, а люди максимум, что делают, это не слушают. Вот такая вот история. И, собственно, что еще хотел сказать. Важная очень тема, о которой все тоже забывают частенько, это развитие персонального бренда. Сейчас вообще время персональных брендов. И что я имею в виду? Что очень много людей стали настолько же значимыми, как и крупные бренды. Например, вот тот же самый Apple. То есть есть вот Apple на слуху. Но есть много художников, музыкальных артистов, которые по своему хайпу, по своей аудитории настолько же известны практически как крупный бренд. И доходит до того, что крупные бренды уже не просто нанимают творцов и художников для того, чтобы они выполнили какую-то работу для них. Они коллаборируют с ними. То есть ставят равно между вот знак бренда, вот знак артиста. И, соответственно, не заниматься развитием персонального бренда, если вы занимаетесь какой-то творческой профессией и пытаетесь на этом заработать деньги, это как минимум глупо. Так же, как глупо, например, не вести социальные сети, потому что совершенно очевидно, что если в 2018 году тебя нет в социальных сетях, тебя не существует. Ты просто исчезаешь. И доходит иногда до абсурда, когда... Я вот, например, в последнее время практически не веду Инстаграм, практически туда не заглядываю из-за того, что точно надо работать, не надо лень. И я понимаю, что это неправильно. Но, например, доходит до того, что кто-то из моих друзей, который меня хорошо знает, который может позвонить, начинает волноваться. А что это тебя давно не было в социальных сетях? То есть тебя не было, значит, ты начинаешь исчезать из поля зрения даже близких людей. И, соответственно, если что, говорить о дальних людях. Вот. Ну, пару дней назад про смежные сферы. Когда я был в New York Film Academy, я заехал пообщаться со студентами, и я очень прикололся с того, что у них есть факультет Fieldmaking. На этом факультете студента протаскивают сразу через все основные профессии, связанные с кинопроизводством. Он выбывает и в роли продюсера, и в роли оператора, и в роли режиссера, и в роли там, скрипт-райтера. То есть человек проходит через все для того, чтобы потом определиться и заниматься чем-то конкретно. У нас в России это тоже потихонечку приходит, но все еще можно встретить людей, которые... К примеру, я встречал операторов, которые сами не в состоянии смонтировать себе шауридов. Ну, они не монтажеры. OpenSuite годами снимает, может быть, крупные интересные проекты, но он не может это делать. И у меня всегда это вызывало внутреннее негодование. Как это вот так? То есть это совершенно из-за шква. Если ты занимаешься съемкой, не поглотить хотя бы парочку смежных спец. Поэтому нужно, с моей точки зрения, развивать максимально эрудицию, развивать, интересоваться тем, что происходит, и очень интересоваться инновациями в том числе. Потому что, ну а как вы используете какую-то новую хайповую фишку, если вы о ней не знаете? Как? Да никак. Нужно постоянно просто держать руку на пульсе, и в конце я вам еще покажу несколько штук про инновации. Давайте... Вот что сделаем. Давайте перейдем к работе со стабилизацией изображения. Вот, наверное. Вот эта тема, которая мне очень близка. Я вообще очень люблю снимать со стабилизатором, как вы заметили. И мне есть о чем рассказать. Поэтому тут я приглашаю вас задавать вопросы. Если будет кому-то что-то интересное, я с удовольствием на это отвечу. Но для начала давайте продвижимся по базовым видам стабилизации. Я уверен, что здесь ведь кто-то из профессионалов скажет, ой, зачем это нужно, но они смотрят на людей через интернет, которым, возможно, это было бы интересно. Итак, давайте про виды стабилизации. И я скажу свое отношение к каждой из них. К примеру, есть классика. Так называемая Steadicam. Это вот такая вот штуковина, изобретенная много лет назад. По сути, это вот эта вот палка с противовесом, которая позволяет камере летать стабильно. Плюс у этой системы их масса. Его не надо заряжать. Механика всегда надежнее, чем электроника. Он крайне дешев. То есть, если брать базовые потребительские стабилизаторы, то, скажем, под небольшие камеры они будут стоить буквально копейки. А под какой-нибудь GoPro или iPhone такая ручная стабилизация будет стоить вообще. Ну, вообще почти ничего не будет стоить. В сравнении, конечно, с какими-то более профессиональными решениями. И, что не мало важно, и почему Steadicam до сих пор не уступил электронным стабилизациям, потому что с него можно совершать мгновенные перебросы камерой. О чем я говорю? О том, что вот эта вот палка позволяет резко поворачивать камеру, чего не позволяет большинство существующих на рынке электронных стабилизаторов. И есть, конечно же, минусы. Это большой вес, сложность балансировки и то, что нужно очень много тренироваться. Профессиональные Steadicam-щики, даже те, которые носят жилеты, а жилет он разгружает ваши руки и позволяет носить, соответственно, стабилизатор намного дольше. Все равно, как правило, Steadicam-щик – это такой крупный мужик, который большую часть жизни тягает штангу. И, собственно, наверное, поэтому на потребительском рынке снискали большую популярность электронной системы стабилизации, потому что вот эти все-таки чуть менее удобны. Какая еще бывает стабилизация? Вот это все уже, наверное, слышали. Трехсевая электронная стабилизация. Замечательная штука. В принципе, видов электронной стабилизации просто космическое количество. Есть… Давайте я не буду сегодня называть бренды, так как мы находимся в Академии. Но, в общем, стабилизаторы электронные бывают разные. Они бывают очень маленькие, бывают очень большие, бывают профессиональные, на которых снимается кино. Но, в принципе, у них один и тот же – это бесчерточные моторы, которые контролируются с помощью платы контроллера, которая позволяет быстро высчитывать данное положение датчика камеры и, соответственно, компенсировать ускорение, и у вас получается стабильное изображение. Есть целый ряд минусов и плюсов в этой истории. К ним я буду отнести доступность и легкость освоение. Большинство консюмеров-стабилизаторов, которые вы можете купить, они имеют буквально одну кнопку. А в приложении на телефоне имеют буквально пару настроек. Тыц-тыц, автокалибровка и вперед. Вы уже профессиональные стадикарши, можете снимать красивые кадры. И он быстро проходит. И все, и поехали снимать. При этом платы контроллера бывают разные. Бывают и те, которые сложнее, где нужно разбираться немного в электронике, чтобы ими управлять. Но, как правило, если брать кибетический продукт, то он очень легкий в освоении. А минусы – целая масса. То есть сложно снимать перебросы камеры. То есть, к примеру, даже если у вас мощные моторы, вы достаточно хорошо откликовали камеру, делать вот такие резкие перебросы, как с ручной камерой или как со стедикамом, вы не сможете. За исключением нескольких моделей, которые есть на рынке, которые имеют спорт-режим, которые имеют мощные моторы, но при этом предназначены для очень маленьких камер. И вот с помощью них можно, конечно, снимать какие-то спортивные штуки, но, как правило, в этих случаях проще использовать стедикам или использовать вообще отсутствие стабилизации. И, что немаловажно, в этой истории всегда нужен уход и обслуживание. Если стедикам он может заржаветь, попасть под воду, с ним может произойти все, что угодно, вот эта вот крошка, в зависимости от модели, конечно, она более хилая. Так вот, хочу сказать важную штуку про трех всего стабилизаций. Если, к примеру, кто-то из сидящих в зале или кто-то из тех, кто нас слушает в интернете, захочет себе купить стабилизатор электронный, вам нужно отчетливо понимать, для чего вы его покупаете. Если вы, допустим, ходите с мобильным телефоном и покупаете маленькую зелтую палочку, то нужно понимать, что если вы будете с ней просто ходить, картинка будет приемлемая. Если вы будете с ней бегать, скорее всего, все будет жестко трястись. И это обусловлено не качеством самого стабилизатора, это обусловлено тем же обычной физикой. То есть, чем больше у вас рычаг, тем больше вы можете уменьшить качание во время бега. То есть, соответственно, если стабилизатор большой, вы можете с ним поверить. Если стабилизатор маленький, поверить вы с ним не сможете, потому что ваш шаг вот этого качания будет больше хода самого мотора стабилизатора. Все очень легко. Но на этом стабилизация не заканчивается. Есть еще куча гибридных систем, которые сейчас используются в кинематографе. Ну, например, все обратно знают, что уже давно существует изи-рик. Изи-рик не относится к системам стабилизации, но относится к системам разгрузки. На него очень часто устанавливается сирена. Это вот такой вот, не знаю, как сказать, в общем, демпфер, то есть штуковина, который компенсирует качание при ходьбе. По сути, это еще одна ось стабилизации, четвертая. И на изи-рик устанавливается уже электронная система стабилизации. Или более замороченные гибридные системы, это когда у вас есть основа от стедикама, к которой прикрепляется уже электронная голова. И такие системы являются наиболее стабильными, наиболее мощными и используются в очень дорогих съемках. Но есть то, что нам актуально и ближе. Стабилизация матрицы. Стабилизация матрицы в мобильниках практически сейчас во всех присутствует. Также она присутствует во всех вот таких вот беззеркальных камерках разных вообще брендов. И тут хочу сделать небольшое замечание о том, что эти стабилизаторы очень часто работают задом наперед. Расскажи несколько случаев из практики. Вот, ну, к примеру, плюсы в том, что убирает мелкую тряску. То есть, если вы стоите, у вас немного дрожат руки, то движение будет стабильным. Ну, если хорошая стабилизация на три матрица. Минусы могут возникать артефакты изображения. То есть, к примеру, большинство этих камер имеют недостаток в виде роллин-шаттера. Что это такое? Это искажение изображения при реальнских движениях. То есть, появляется такой эффект жилья и наклоны изображения, если вы дергаете ее туда-сюда. Это из-за недостатка, в общем-то, самих матриц маленьких. Так вот, если вы делаете резкие какие-то движения, то очень часто внутренние стабилизаторы самовозбуждаются и провоцируют дополнительный роллин-шаттер. И совершенно кошмарно это работает, когда вы берете вот такую камеру, ставите ее на другую систему стабилизации и начинаете с ней бегать. Вот, если вы просто ходите, скорее всего, картинка будет стабильной. Но если вы начинаете, как я, прыгать по крышам, делать какие-то трюки и совершать резкие качающие движения, то у вас будет изображение дергаться еще больше, чем если бы стабилизатора у вас не было. Почему это происходит? Тут нужно копнуть глубже и разобраться в устройстве самого механизма стабилизации. Представьте, у вас есть матрица, она находится на магнитных салазках таких. И, по большому счету, когда вы говорите о том, что вы, допустим, хотите отключить внутреннюю стабилизацию камеры, вы ее отключить никогда не можете. Потому что, когда вы нажимаете кнопку «Выключить» у электронного стабилизатора внутри камеры, на самом деле происходит следующее. Камера выдает максимальное напряжение на магнитные стабилизаторы, и вот эта вот двигающаяся платформа, на которой стоит матрица, она просто замирает, потому что на ней находится в этот момент максимальное напряжение. И представьте себе, что какой бы ни был мощный внутри магнитный механизм, он все равно недостаточно сильный для того, чтобы пережить вот такие вот усилия. Когда вот резко трясете, он делает так. И сразу же начинается жесткая качка. Так вот, всем, кто хочет купить себе камеру с встроенной стабилизацией, если вы собираетесь снимать спор и трюки, и собираетесь покупать себе электронный стабилизатор, отдавайте предпочтение камерам, которые не имеют встроенной стабилизации изображения. Потому что они будут тогда работать ровно, заданный период. Я вам покажу потом пример этой истории. Давайте. Ворота? Да, конечно. А вот, ну, ватышки, если понятно, а объективно? Вот, сейчас поговорим про объективно. Объективная стабилизация — это... Обычно как вообще бывает? Вы купили камеру, установили стабилизатор, внутри этой камеры есть электронная стабилизация, в вашем объективе есть еще стабилизация, и все это стоит на стабилизации. Тройная стабилизация, казалось бы. Но на самом деле это не так работает. На самом деле все начинает друг с другом немножечко противоречить. И вот, к примеру, оптическая стабилизация. Она помогает во время работы с телеобъективами. То есть, если у вас приближенный фон, и вы держите какую-то телеоптику, допустим, до 100 мм, и снимаете, и у вас не могут присутствовать руки, то хорошая оптическая стабилизация может погасить это качание. Но, опять же, если вы рассовываете этот объектив на стабилизацию, у вас есть матричная стабилизация, эта стабилизация, все дружно стабилизирует, и оно очень часто вступает в конфликт друг с другом. Но на объективах, слава богу, можно механически отключить вот эту стабилизацию, в отличие от матричной. И, как правило, если быстрее снимать action и вгружаться в эту узкую специальность, как я, допустим, то лучше отдавать предпочтение самым простым объективам, которые не имеют никакой стабилизации, и отдавать предпочтение камерам, которые тоже не имеют встроенной стабилизации. Дальше поговорим еще, есть такой способ стабилизации post-production. С ним, я думаю, все так или иначе сталкивались. То есть, к примеру, в айфонах есть встроенная стабилизация в самой камере и встроенная стабилизация программная. То есть, что она делает? Она берет все поле матрицы и обрезает его, и, соответственно, дальше уже пытается автоматически, используя трекинг и параллели, которые есть в кадре, сравнить изображение, чтобы оно не тряслось. Как правило, такой стабилизацией пользуются не только программами в телефонах, но чаще всего это происходит, когда люди включают какие-нибудь программы для монтажа. И там уже, соответственно, делают стабилизацию. Есть, например, в программе, там есть варк стабилизер, там в Final Cut есть такая же система и так далее. Преимущество этой истории в том, что если ваши три стабилизации, которые мы до этого использовали, вдруг дали сбой, то вы можете немножечко поправить картинку. Но при этом, если вы действительно снимаете какой-то экшен, то, скорее всего, все будет дышать, разваливаться на какие-то артефакты. И как с помощью компьютера нормально стабилизировать изображение, можно там в 5% случаев. Во всех остальных случаях, рядовому пользователю это будет делать слишком сложно. Поэтому я рекомендую, конечно же, при всех возможностях использовать какие-то физические стабилизации и минимально использовать стабилизации на постпродакшене. Вот вам пример. Когда я говорил про Rolling Shutter, я имел в виду вот что. Может быть, кто-нибудь встречал уже такую штуку в своем айфоне, когда вешал на стабилизатор, или в другом телефоне, вот начинается вот такой вот эффект. Собственно, это классика. Это происходит, когда стабилизатор самовозбуждается из-за того, что внутри находятся объективы или маты с аппарата стабилизатора, и они начинают конфликтовать, из-за чего возникает такая вот противная история. Так что помните, очень простой пример. Собирайтесь снимать трюки, не покупайте камеры с встроенными стабилизаторами. Собирайтесь снимать трюки, покупайте камеры с встроенными стабилизаторами. Все просто. Что еще могу сказать про стабилизаторы? Если есть какие-то вопросы, давайте вот здесь вот, для того, чтобы отвечать на вопросы, и можно здесь из интернета, и так, да, давайте. А почему вы используете стабилизаторы? Я не использую Rolling, во-первых. У меня дома 5 стабилизаторов разных, насобирал коллекцию за время работы. Я не использую Steadicamers по нескольку причинам. Во-первых, они тяжелые. Объективно они тяжелые. Представьте, вот у вас есть сетап, это камера с объективом, которые могут весить, допустим, я вот или вы сейчас легкая камера, там 5 килограмм с объективом. И вам нужно еще 5 килограмм с другой стороны этого стабилизатора, чтобы уравновесить эту систему. И еще нужна палка, которая сама весит. Все это вместе весит космически. И поскольку я, как правило, в каких-то историях с путешествиями ограничен в своей копировке, я считаю, использовать электронную стабилизацию, она просто доступнее и проще. У нее больше преимуществ для меня. Но когда речь идет о какой-то киносъемке, то, конечно же, с большой камерой намного эффективнее будет использовать стабилизатор. Да, на всех дронах сейчас есть трехвисевая стабилизация изображения, на дронах не используют механическое стабилизацию изображения по причине того, что просто и невозможно позиционировать в воздухе. Да, все дроны практически имеют вот эти вот несколько моторчиков, которые учитывают картинки в сцене. Как мы, собственно, на видео у вас сидят на сегранной структуре, где-то здесь снимал, то есть там у тебя на камерах стабилизации не было и была только электрическая, правильно? Да. Там я использовал потребительскую камеру от Panasonic, предыдущего поколения GH4 она называется. Это была моя рабочая лошадка на протяжении, это персональная рабочая лошадка, на протяжении длительного времени. Сейчас я пришел на камеру посерьезнее для трюков, и, соответственно, просто у меня появилась уже в своем личном пользовании портативная кинокамера, и я, как правило, использую ее. Но на тот момент я использовал GH4, и вот что важно, GH4 не имел встроенной стабилизации, и я вам позволю себе прыжки, а камера следующего поколения, которая уже вышла, она имела встроенную стабилизацию, она абсолютно непригодна для другого. И только ее версия, там они выпустили еще одну версию, специально без стабилизатора, таких вот, видимо, людей, которые используют их на геймбл. Вот. Еще вопросы? Про стабилизацию? Нет? Я использую Panasonic EVA-1, и это, опять же, я выбрал камеру из разряда, которая бы позволяла брать с собой путешествия. То есть, вообще, кому угодно, оператору, консюмеру, потребителю, или там режиссеру, современному в принципе не нужно обладать дорогими кинокамерами. Правило, это нужно продакшенам, и то, если брать российский продакшен, то, как правило, они имеют в своем пользовании такого оборудования. Все пользуются услугами ренталов, то есть аренды. И если возникает ситуация, когда нужно снимать какую-то дорогую рекламную историю, то все обращаются в свои варианты, берут обороты и снимают. А консюмерам все-таки проще использовать легкие камеры, а не из-под ручней. Я, собственно, приобрел для своего пользования некий промежуточный вариант между профессиональной кинокамерой и потребительской-любительской камерой, которая позволяет уже и снимать какие-то недорогие рекламные или проекты, связанные с путешествиями, добиваясь уже хорошей картинки и записывать с ней сжатый поток. Но это вот персональное почтение. То есть я стараюсь, как правило, не касаться вот в рамках нашего разговора каких-то брендов и какой-то техники, потому что это уже слуха выбора каждого. Потому что тот скажет, что ему нравится больше камера Соника, тот скажет, что ему нравится больше пэна Соника, а третий скажет, что come on, ребята, я вообще все снимаю на iPhone и собираю в 10 раз больше просможек, чем вы. Такая история. Вот. Ну да, так и есть. Да-да-да. У меня вопрос по поводу стабилизатора. Но стабилизация, как ты говорил, именно приспосабливается к условиям. Бывает так, что фотограф или видеограф, который только начинает, у него нет возможности пить что-то, но он хочет сопротивизировать. Может быть, ты подскажешь, как это сделать в детовых условиях, использовать палку, стол, уклон, приезжать к себе, или на ремешке от камеры. Да, можно про это говорить. Но за счет именно, как ты видишь, я слышал, сейчас как-то не только на кино ребят снимает, он специально льет ему с рук, чтобы была картинка дышащая, такая живая. Да, вообще, очень правильное измещение, тоже, по поводу живой, дышащей картинки. Сейчас мы говорим про стабилизацию, но что очень важно понимать любому творцу, что, во-первых, стабилизация изображения – это художественный прием, как и съемка первого лица, как и съемка, я не знаю, из багажника автомобиля, это всего лишь художественный прием, который нужен в определенном, конкретном контексте. И иногда бывает приемлемо, чтобы камера переслась наоборот, для того, чтобы создать мировозность сцены на дне, для того, чтобы создать какую-то атмосферу визуального дискомфорта, например, для зрителей, для того, чтобы нагнетать ситуацию, можно вообще осознанно трясти камерой. И у нас, кстати говоря, в российской кинематографе буквально десятилетия назад грешили вообще практически все. Вы помните все эти климы, где камера вот так вот движется, бухая, она типа создавала, нагнетала ситуацию. Ну вот, по поводу трюков. Трюков на самом деле со стабилизацией вообще масса. Начиная… Я сейчас привел к этому моменту. Трюков очень много. И вот давайте поговорим в рамках нашего третьего пункта разговора сегодняшнего про синергию тела и разума. Это очень важный момент, про который все забывают. Вот, к примеру, вы можете взять вот такенный объектив, поставить его на камеру, взять его в руки. для этого вам нужно замерить определенные позиции и двигать, панорамировая этот кадр. Вот этим постоянно занимается Редина, моя девушка, которая снимает как раз-таки нам такую оптику. Вот, и она использует следующий трюк. Она следит за дыханием. Очень важно не забывать про то, что все физические навыки, все интеллектуальные навыки, они так или иначе должны как-то стыковаться. Вообще, самураи считали, что нормальный опытный воин должен не забывать ни о чем, ни о своем внешнем видении, ни о своей эрудиции, ни о своей физической подготовке. И вот просто трюк. Возвращаясь к вопросу. Если вы снимаете с суперсильным приближением, то нужно понимать, что в этот момент вы превращаетесь в снайпера. Что делают снайперы? Когда им нужно нажать на спусковой крючок, они задерживают дыхание. Они, во-первых, дышат ровно и спокойно. Осознанное дыхание это очень важная часть работы, если вы снимаете какую-то ответственную штуку. Потому что чем медленнее и размененнее ваше дыхание, тем меньше вы нервничаете. А если ваша задача снять ровную пробоку, то, тем более, там такое сильное приближение, то вам нужно задержать дыхание, на выдохе снять и когда вы это снимите, вдохнуть. Это самый классный способ, который работает в 100% случаях. И он идеально работает и с мобильными телефонами. Если у вас задача, чтобы у вас руки не тряслись, во-первых, нужно понимать, что все наше тело это набор вычегов. Вот тут важная история, что, к примеру, большинство операторов, которых я встречал, профессиональных операторов, которые работают много лет, объединяет одно. Знаете что? Есть идея? У них у всех болит спина. Абсолютно у всех болит спина. Почему? Потому что они носят огромный вес у себя на плечах или в руках. И при этом большинство из них либо мало уделяет внимания своей физической подготовке, либо вообще ей не уделяет никакого внимания. И нужно понимать, что если вы ходите, извините, с гирей в руках, а камера, даже если она любительская, даже если она небольшая, это гиря. И если вы носите ее целый день и с ней что-то снимаете, то вы целый день носите в руках гирю. И, соответственно, нельзя что-либо делать неразмятым. И есть несколько трюков, о которых нужно помнить, если вы, собственно, делаете вот такие вот штуки. Давайте я про них поговорю. Короче, если вы снимаете трюки или не трюки, если вы снимаете со стабилизаторами, используйте защиту. Это мой эмпирический опыт, к которому я пришел, сорвав себе кисти, повредив себе спину, разбив себе коленки и, в общем, попал во множество неприятных ситуаций. Если вы таскаете что-то, что весит больше пары килограмм, надевайте фиксаторы. Фиксаторы стоят 3 копейки. Можно пойти в любой афтопедический магазин, купить себе такую перчатку, которая заматывает ваши руки, и она будет позволять рукам не выворачиваться во время сильной нагрузки. То же самое с наколенниками. Например, есть у роллера очень классная штука. Когда роллеры падают с большой какой-то высоты, они, в отличие от фриранера, они не могут там пувыркаться, да? Они не могут делать такие штуки. Они могут только упасть на колени и прокатиться на колени. То же самое с гемпл-операторами. Представьте, у вас гиря в руках, вы спрыгиваете с какой-то высоты, естественная реакция тела это либо просеть до самого низа, либо удариться коленями. И если у вас есть наколенники, вы можете делать тот же трюк, который делает роллеры. Если у вас нет наколенников, вы разбиваете колени. Точка. И поддержка спины. Спина вообще очень уязвимый, как я уже сказал, орган. И все вот эти протрукции дисков, повреждения межпозвоночные, они возникают из-за того, что люди не следят за спиной. Вот вы взяли, вот даже большинство из вас, вы сейчас сидите все, и многие сидят вот так. Вот. А все мы знаем, что сидение – это самый, самый вообще вредный вид деятельности для человеческого организма. То есть, если вы сидите, то у вас точка нагрузки на позвоночник находится в одном месте. Если вы стоите на двух ногах, как я, то она на двух местах. Если вы сгибаетесь, то у вас сразу же на один позвоночник приходится все усилия. И, соответственно, мы сидим очень часто в одном согнутом состоянии напряжения всего дня и постоянно-постоянно повреждаем спину. И теперь представьте оператора, который полдня ходит в скрючном состоянии, оставшиеся полдня он ждет съемки и сидит так же. Вот. В итоге у них у всех профессиональная болезнь, которую можно было бы избежать, если бы, например, они одевали корсеты. То есть многие уже после того, как люди повреждают спину, они начинают носить корсеты. А если вот, допустим, вы видеограф, распространенная история, снимайте какой-нибудь репортаж, снимайте свадьбу, я не знаю, ну, всякое бывает, и целый день вы носите эту фигуру. Задумайтесь, зачем вообще? Зачем? Игра не стоит свеч. Скорее всего, у вас выйдет из строя спина. Нужно держать спину ровно. И вот, к примеру, посмотрите на штангистов. Видели, как поднимают штангу штангисты? Они с прямой спиной садятся, с прямой спиной встают, с прямой спиной подтягивают штангу наверх. Что делает рядовой оператор? Он так вот снимает нижнюю точку, вот так, и вот так вот ходит, пытаясь еще присмотреться глазками к экранчику. Это кошмар. Это форменный кошмар. Люди сбывают о своем теле. И запомнились просто. Что бы вы ни снимали, если у вас что-то тяжелее от мобильного телефона в руках, всегда нужно не сгибать ни спину, ни колени. Любой спортсмен знает, что колено нельзя сгибать больше, чем 90 градусов. Вот. Больше присаживаться нельзя. Все, что больше под нагрузкой, оно повреждает ваше колено. И вы можете не чувствовать этого на протяжении многих лет, но потом он как-то и выйдет из строя. Все. На этом закончится полностью вообще либо карьера, либо закончится нормальное здоровье. И еще очень важная тема. Если вы снимаете трюки, при любой возможности уменьшайте сетап. Сколько раз я видел, например, довольно сильных мужиков, которые брали вот этот трехосовой стабилизатор, вешали на него огромную батарею для того, чтобы питать всю эту систему, вешали на него тяжелый объектив, сидит на камеру и так далее, и начинали вот так ходить с вытянутыми руками и опять же горбиться. И на самом-то деле они могли себя влегчить эту задачу, потому что практически во всех ситуациях можно взять, например, купить себе удлиненный кабель, вытащить батарейку, снять ее с системы стабилизатора, закинуть ее себе в рюкзак, и у вас будет в руках вместо 4 килограммов пар, вот, 2, и с 2 килограммами вы можете намного дольше ходить. Вот. Такая простая штука. Ну и третьей штуке важно тренироваться. Тренироваться. Даже то, о чем я говорил, дыхание. Чтобы снять стабильный, ровный кадр на какую-нибудь камеру, нужно следить за дыханием. Если вы это не делаете, изображение трясется. И сколько бы вы ни старались зафиксировать свои руки, если вы дышите, руки будут двигаться. и нужно очень-очень уделять внимание физической подготовке. Вот это всем, кто решил, насмотрелось на меня, да, и решил прыгать, бегать там, или что-нибудь такое делать, или, допустим, вы, опять же, профессиональный оператор, и хотите снимать еще более сложное кино со стабилизаторами, тренируйтесь. Вот это очень важный пункт. Такая вот история. Так, чтобы я не забыл, давайте я вам покажу просто про тренировки. И вот, к примеру, я тренируюсь. Большинство людей забывают про очень важную штуку. Они тренируют физические всякие упражнения, которые развивают силу. Вот. Сила — это лишь верхушка айсберга. На самом деле, нужно тренировать ловкость. Вот представьте, у вас есть в руках камера. Вы думаете о том, как снять сейчас в кадре быстро движущийся объект. Этот объект несется. Вам нужно помнить о композиции, о фокусе, о кадрировании кадра. При этом вы двигаетесь сами, и вам нужно следить за телом. И все это как-то должно работать в синергии. Но, как правило, вы начинаете путаться или, допустим, подскальзываться, или забывать про ноги, или забывать про кадры, и вынуждены снимать дубль за дублем. И на самом деле, всего этого можно было бы избежать в очень простым методом «тренируйте равновесие». Вот большинство здесь сидящих, скорее всего, не сможет просто вот так встать и постоять. Но у нас как? Больше, чем 2 секунды. Это все очень напрямую влияет на то, как вы работаете с электроникой. То есть, казалось бы, наше тело — это единственный и самый главный инструмент, с которым мы взаимодействуем с миром. И если ими заниматься, то и с миром будет тяжело взаимодействовать. Вот давайте я сейчас вам покажу. Ну, допустим, есть приколы со стерилизаторами, которые я делал на Пангане. Вот. И, короче, про то, как не трясти изображение еще. Смотрите, очень простой лайфхак. Вы берете руки и фиксируете их вот так. Как только я упер эту грудь, у меня рычаг сократился, и вся моя нагрузка распределилась между моим плечевым поясом и грудной клеткой. И теперь мои руки стабильны. Вот. Если бы я держал что-то вот так, у меня был бы намного больше рычаг, и я бы прикладывал в три раза больше усилий, чтобы держать что-то в одной точке. Соответственно, нужно постоянно находить вот эти позиции, при которых вы фиксируетесь. Есть еще очень прикольная история, когда люди берут вот эти большие стабилизаторы и широко разводят ручки. Вот. Вы можете пронаблюдать. Даже если вы купите SkySOS стабилизатор большой, у них у всех по умолчанию ручки находятся вот на таком расстоянии. И вы никак нормально взяться не сможете. И я удивляюсь, почему производители стабилизаторов так делают. Ну, они сейчас стали справляться. Но смысл в том, что, как правило, электронику делают инженеры. обкатывают те люди, которые практикуются. И инженеры думают о том, как бы сделать что-то просто красивым, удобным, да, вместе с дизайнерами. Но они всегда задумываются о том, что это может быть просто неудобным. И вот вся болезнь стабилизационных систем современных заключается в том, что очень многие разносят ручки широко. А даже покупаешь готовый продукт, у него ручки широко. И нужно их смещать. Потому что они должны быть ровные на ширине, чуть хуже ваших плеч, чтобы вы могли фиксировать все вот таким вот образом. И тогда расход ты в силе или во время съемки он просто падает по экспоненте. Ну и вот кажется, все. Что еще? А, вот к примеру. Интересный кадр. Кто мне скажет, как был снят этот кадр? Может быть, второй человек, который прыгал? Варианты? Может быть, человек, который прыгал параллельно? Либо коптер. Хорошо. А? Камеру бросил. Камеру бросил. То есть, вот смотрите, у нас получается несколько вариантов. Это могло бы снято с коптера, это могло бы снято с мотоцикла, с оператором или с другим мотоциклистом, это могло бы быть снято, допустим, с кабель-камерой, с одним самым. В данном конкретном случае я поступил очень просто. Я одел на шлем мотоциклиста второго, который прыгал параллельно, камеру установил и, соответственно, использовал просто не слишком штукугольную оптику и получился вот такой вот красивый кадр. Очень просто, очень легко и не требовало никаких навыков расписать от меня. Тем не менее, получился вот красивый кадр. Но сейчас, возвращаясь опять же к технологиям, будущие экшн-съемки за дронами и за дронами и за теми, за которыми вы все привыкли. То есть, вот эти все DJI-гигантские коптеры, которые продаются, и вот эти Mavic, которые вы можете купить внизу в магазине, это все промежуточные варианты. На самом деле, править балом будут вот такие вот крошки, только чуть большего размера. Это гоночный дрон. В гоночном дроне нету вообще никакой стабилизации. И камера расположена, как правило, под наклоном. Соответственно, когда он разгоняется на большой скорости, она поднимает ровную позицию и снимает ровно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Давайте я вам покажу еще кусочки еще одного ролика, чтобы просто составить общие впечатления. Вот, допустим, видео, снятое не с машинками, а снятое с лыжниками и с нобартистами. Жалко, к сожалению, что у нас такое качество Потому что вам рекомендуется довольно приятно Но вот и получается Что, смотрите, мы говорили с вами столько времени О стабилизации, а вот вам дрон На котором нет никакой системы стабилизации За счет того, что он движется по инерции С огромной скоростью, камера просто не Не может трястись И Тут важно понимать, что Вдруг появится, сейчас она уже появилась Новая профессия, новый вид операторов Если были статикам операторы Просто операторы, были какие-то там Операторы-постановщики, которые разбираются хорошо в свете То теперь появляется еще Новая каста таких вот трюковых операторов Которые будут Активно наводнять рынок И что самое прикольное В этой всей истории, это опять же Физические навыки человека Когда я говорю о физических навыках, я имею ввиду вот что Если вы возьмете Любительский дрон, любительский с хорошей камерой Или профессиональный дрон То он будет напичкан электроникой Эта электроника будет Стабилизировать картинку Позволять вам не лезаться в дерево, если вы ошиблись Компенсировать ускорение, если вы слишком сильно нажали на гашетку Но В таких гоночных дрона Нету никакой электроники И это чисто физический навык человека Насколько он хорошо умеет управляться с джойстиком То есть, если он ошибется Дрон автоматически не выровнится Он, скорее всего, врежется в человека И нанесет ему довольно неплохие Увечья И получается, что с одной стороны Электроника как инструмент А с другой стороны Стоит чисто физический навык человека И вот о чем я говорил Что нужно развивать профессиональные традиции Сейчас мы вот это вот наблюдаем здесь Ну, в следующем году мы будем это наблюдать В бельгутских фильмах Потому что Уже сейчас начали делать Чуть более тяжелые дроны гоночные Которые позволяют уже носить Более тяжелые камеры Поскольку камеры с каждым годом Становятся все меньше И все доступней То это все очень быстро распространяется И через какое-то время Мы будем наблюдать просто безумные кадры Из того же самого там Марвеловского фильма Которые сняты не при помощи компьютерной графики А при помощи чувачка Которые действительно там Сейчас они снимают Допустим Человек выпрыгивает из окна С огромной высоты И как это выглядит Вешивает гигантский хромакей Ставит человека там в коридор Он разбегается Прыгает на тросе Его спускает несколько каскадеров Он пувыркается За ним выпрыгивает оператор Его также на тросах катят вниз Или это снимает с помощью крана Или с помощью той же самой тросовой системы В общем требуется много людей Много оборудования И много денег И вся индустрия Вообще все Стремится к упрощению Соответственно все будут стараться сэкономить И вот оно будущее Вот оно будущее Потому что Такой дрон стоит недорого Обычный человек стоит недорого Ты платишь одному человеку А не двадцати И Снимаешь ту же самую сцену За три копейки Вот такая Сереж Самый важный вопрос Так как в России Немножко спонтало А на западе Где проводят Гонки То кто будет обучать Молодых ребят Которые хотели бы научиться В этой технике Может быть все знают Что входит в школу У нас есть Во-первых Вот Замечательно Смотрите В каком направлении Экшен Такому служению Диспункционному Это важно Сам пачка Короче Во-первых Можно тренироваться На компьютере Что удивительно То есть есть уже Прикольные штуки Где можно поиграться Во-вторых Для того чтобы Почему-то обучаться Сейчас Не нужны школы Вот я бы хотел Сделать шаг в сторону И вернулся Немножко назад На момент Когда я говорил О том Что нужно развиваться Всесторонне И творчески Сейчас мы живем Просто в удивительное время 2018 год Вам не нужна школа Университет И какой-то ментор Для того чтобы Чему-нибудь научиться Все вот эти редакты Которые делают Невероятные штуки В компьютерной графике Или вот тот же самый Джонни FPV Это самоучки Все есть в интернете Если есть желание То можно Достигнуть Результатов Просто используя Интернет И просто экспериментируя К примеру Хотите вот делать Трюки с дронами Вы купите себе Не гигантский Тяжелый дрон Который стоит много денег Вы купите себе Маленький дрон За 2000 рублей На котором уже Можно тренироваться Потому что основы базовые Их можно выучить И Никакой учитель Им не научит В том смысле Что Вам нужно адаптироваться Ну это примерно Как кататься на велосипеде Я могу сколько угодно Теории рассказать вам О том Как кататься на велосипеде Но пока вы не сядетесь И не покатаетесь И не научитесь Вот И Есть прикольная штука Вот статка я в описании Я полагаю Что те кто хочет совершать Простые вещи Без проблем Ухорного труда Должны сначала Будут на таре В вещах трудных Автор риторики Для Гергения Риторика для Гергения Одна из первых Книг в истории Человечества Которая Была посвящена Кстати автор Мне неизвестен Вот Она была посвящена Искусству запоминания Древние верили Что он не Моника Это Вообще Обязательная Штука Ну Для философ Поэтов Которая позволяла Ну В общем Если ты хорошо умеешь Что-то запоминать То ты больше Эрудированный Соответственно Ты лучше Как человек Вот И Давайте еще Я прыгну На последней штуке Которую я бы хотел посоветовать Вот Меня просто очень часто Спрашивают ребята В интернете И где-то Типа Чего я посоветовал Почитать Если вот С нуля вообще Вгружаться во всю эту историю Со съемками И вот Я Можешь Выписать Я рекомендую Я рекомендую Свою книгу Это Собственно Снимательный Филь По Директерс Я не знаю В русском Есть ли она Или нет Очень классная Книга Я в свое время Когда я ее Почитал Я очень Вдохновился Там Различные Режиссеры И операторы Рассказывают Про взаимоизвестных Причем Режиссеры и операторы Снимают Культовые фильмы Они рассказывают О том Как У них приходило Взаимодействие Друг с другом И Собственно Если Хочется Немножко Разобраться В том Как Именно Взаимодействовать Режиссеры и операторы Это Наверное Одна из лучших Книг Вот Также Прикольная Штука У Ларри Кинга Как разговаривать С кем угодно Где угодно И когда угодно Но она требует Практики К сожалению Я не мост Так Научиться Быстребать Эти книги Она интересна О том Что Нужно Уметь Разговаривать И Не стесняться И вот Она очень Классно Готовится Ко всяким Публичным На радио Чувак Всю жизнь Сидел В радиорубках И Интервьюировал Разных известных людей В общем У него есть Чему получиться Книжка Эйнштейн Гуляет по луне Джошуа Фойера Она мне Очень понравилась Потому что Она рассказывает О базовых Принципах Запоминания Вот Она как раз В ней рассказывала Сериторики Гиргения Очень прикольная Книга Которая Обучает Как запоминать Все что угодно Практически Вот И еще Книга Которая Обязательный Мастхэп И ее написал Наш Современник Который живет В России Арт-директор Бывший арт-директор Дмитрий Чернышев Он написал Книгу Как люди думают Она описывает Очень круто Все механики И процессы Придумывания Которые Возникать У человека И она Собственно Структурирует И облегчает Жизнь Если у вас Стоит задача Постоянно На потоке Или Не на потоке Но внезапно Придумать Какую-то Экстраординарную Идею И вы садитесь Думаете Блин А как же Что-то придумать Это очень сложно Вот эта книга Как легко придумывать Один из Очень крутых Пойнтов К ней Звучит так Что невозможно Вытащить из головы То, что ты туда Не положил Вот Поэтому я и говорил Сам начале Нашего беседы О том, что Очень важно Вкладывать Себе В голову Как можно больше Информации Из всех Смежных профессий Потому что Если информации У вас нет У вас нет инструментов С помощью которых Вы можете Оперировать И что-то Создавать И Конечно же В свое время Меня очень вдохновила Вот эта книга Ее Неважно Интересуетесь Вы кино Не интересуетесь Ее стоит Прочитать Потому что Роберт Родригес Рассказал Просто свою Бешеную историю О том Как он Покорил Голливуд Покорил Он бешеного Вплоть до того Что он давал Себя ученым Для того Чтобы писать Сценарий Потому что Это был Единственный Способ Зарабатывать денег На тот момент К роликам В течение Месяца И в этот момент Писал сценарий Очень интересная книга Она считается Как художественное Произведение В принципе Каждая из этих книг Здесь считается Как художественное Произведение Даже как люди думают Несмотря на то Что это Убийник Учебник На самом деле Это очень крутая Развлекательная книжка Которая рассказывает Много историй Из прошлого И Собственно Проводит между ними Параллели Тысячечеки герои Это вообще тоже Обязательный Мастхэп Если кто-то не читал Очень классная книга О концепции Мономифа О том, что Во всех сказках Всех стран Есть Одна и та же История По большому счету Эта история Строится на Архетипичном Герое Который одинаковый Для всех культур В общем Эдакий Бесечевики Герой По сути Мы рассказываем Одни и те же Сказки И еще Очень крутая Книжка Генри Форда Она Она просто Очень не отдохновила В свое время Не даю Всем спасибо Продолжение следует...